На библейский портал Экзегет поступил вопрос. Часто впадаю в грехи по своему слабоволию. Как воспитывать и укреплять свою волю. Наша воля, как и другие силы души, ум, сердце и совесть повреждена грехом. Для того, чтобы человек не согрешал, он должен свою волю воспитывать. Это очень точное слово, связанное с нашей волей. Воля нуждается в воспитании. Воспитание – это процесс пожизненный. Главным образом воспитание воли начинается с мелочей. Точнее, в нашем отношении к этим мелочам. Например, человек нерегулярно читает утренние или вечерние правила. Значит, каждый раз, когда он нарушает и не исполняет предписание церкви, он свою волю расслабляет. Может пропустить постные дни, не пойти на воскресные богослужения. Это касается такой обрядовой стороны жизни. Ну, а дальше, если мы начнем рассматривать наши взаимоотношения друг с другом, как человек относится к другим людям, насколько он терпим, умеет ли прощать, может ли прийти на помощь, проявить смирение, сделать бескорыстное какое-то дело, ну и так далее. То есть пройтись по заповедям Божьим и перед своей совестью себя проверить. И мы замечаем, можно заметить, что ну очень часто мы в этих мелочах постоянно нарушаем Божью заповедь. Разные самые. Поэтому наша воля, она очень слабая, как тряпка. Для того, чтобы ее укрепить, нужно взять себя в руки, захотеть быть христианином, не на словах, а на делах и в жизни. И каждую прожитую жизнь превратить в такой воспитательный процесс воли. То есть прям вот с момента пробуждения человек должен сказать Господу, Господи, благослови меня, я готов в этот день потрудиться для тебя, для ближних, для своей бессмертной души и укажи мне, что делать. Усилия придется делать всякому человеку. Вот кто хочет быть со Христом в этой жизни, в будущей жизни, он должен постоянно себя понуждать. И в Евангелии мы об этом читаем. Царство Божие нудится. И только употребляющие усилия восхищают его. Если наша воля будет крепкой, тогда мы научимся греху сопротивляться. Большинство людей перед грехами сдаются. То есть они проявляют такое малодушие и отступают в самых разных видах. И в отношении мыслей, в первую очередь, когда приходят греховные помыслы или желания. И дальше по нарастающей. Это касается словесной сферы и, конечно, практических действий. Вот когда мы грешим в делах, это самое страшное. Начинать надо с мелочей. Еще раз повторю. И тогда результатом борьбы и верности в исполнении Божьих западей будет внутренняя удовлетворенность. Такое будет убеждение в правильном поведении. У апостола Иоанна Богослова есть такое выражение, как «стоять в истине». Вот стоять в истине – это значит быть верным Господу в исполнении Божьих заповедей. И это самый простой такой критерий, как человеку жить. Не нужно ничего выдумывать. Нужно стараться эти Божьи заповеди ежедневно исполнять и видеть, чувствовать. Для этого, конечно, требуется и опыт, и мудрость определенная. Какой поступок и какую заповедь в данный момент Бог ждет от тебя в исполнении. Вот это называется духовная рассудительность. И среди добродетелей многими святыми отцами рассудительность поставлена на первое место. Она выше поста и выше молитвы. Потому что без рассудительности, по пословице, можно не молиться, а можно себе лоб разбить о пол. И пост может человека загнать и в психушку, и в больницу с определенными проблемами. А когда у человека есть рассудительность, он идет средним путем. Поэтому подведем итог выводом таким. Нужно брать себя в руки, настраиваться на труды, просить у Бога помощи, рассудительность, то есть понимание, когда делать, что делать, кому сделать. И стараться свою жизнь каждый прожитый день превратить в процесс труда над собой в отношении исполнения Божьих заповедей. Тогда ваша вера будет укрепляться, а крепкая воля будет главным источником борьбы с грехом. И вы уже не будете в грехи впадать так, как впадали раньше, когда ваша воля была слабой.